Трудно поверить, но народного казачьего хора чуть более 30 лет назад в Анапе просто не было. Глава города поспорил тогда с главой района на ящик коньяка, что в курортном городе такой создать невозможно. На самом деле я проиграл, будем считать, ящик коньяка Байру. Если честно, я не верил, что на таком уровне может все это произойти и прорасти. 30-летний юбилей казачий хор отметил в год 70-летия Победы. Он стал ярким украшением всех краевых конкурсных и городских мероприятий, а самого руководителя назвали Человеком Года. Все свои награды Анатолий Аркадьевич получил, что называется, на миру, еще раз подтверждая великую силу искусства. Я хотел бы вернуть анапчан, гостей города, те далекие уже для нас 90-е годы, когда рушилась строй, рушилась все понятия о социальной справедливости, о тех советских устоях, которые были. И вот коллектив, который Анатолий Таршевич возглавляет, сделал, мне кажется, то, что, может, даже другие не сделали. Он сплотил. Будучи выходцем из крепкого казачьего рода, Анатолий Аркадьевич мечтает не уступить своим прародителям. Дед его, например, прожил 105 лет, а это значит, будут и песни красивые, и концерты грандиозные. И скольких артистов он еще выведет в большую жизнь. Ну, Анатолий Аркадьевич, конечно, это величина в нашей культуре. И хочу сказать, что я вот когда приехала, он мне помог на самом деле с работой. Я даже не думала работать по своей специальности, узнав, какие зарплаты здесь, потому что на Дальнем Востоке я получала довольно-таки прилично, но он меня уговорил и сказал, что это нужно, и это обязательно нужно, и я согласилась. И я благодарна, что я вот здесь, я занимаюсь, я работаю с ним, и хочу на самом деле ему пожелать, чтобы здоровья, здоровья все желают, я присоединяюсь ко всем пожеланиям, я хочу, чтобы у него оптимизма и энергии хватило еще на долгие-долгие годы. Хочу, чтобы его радовали внуки, чтобы помогали дети, не забывали друзья. Пусть радуется каждой минутой, наслаждается жизнью и радуется каждой минутой. Свою жизненную мудрость, полученную в казачьей семье, Атрошевич проповедует и среди близких. Его любят коллеги и друзья. Да, наши семьи дружат уже почти 25 лет, еще с молодых лет. Мы не только дружим, но мы и породнились, потому что наша младшая дочь, крещенная Анатолия Маркаевичем и Татьяна Сергеевна. Что можно сказать об этом человеке? Это действительно творческая личность, это достойный, это очень хороший друг. Хочется пожелать в этот день творческому человеку, естественно, только полеты творческой мысли, притворения всех желаний, идей, мечты, любой мечты в жизнь. И, конечно же, жить нужно, но ни в коем случае не существовать. Это должны быть насыщенные, яркие, красивые дни. Ну а дома должно быть тепло и уютно. Говорят, юбилей – грустный праздник. Ну, это может быть наедине с собой. А завтра на большой репетиции хора, мы знаем точно, грянет песня. И это и есть счастье, обретенное раз и навсегда. Из молодых, красивых, создать такой хор, который действительно вышел на сцену, как грянул и мурашки похожи. Вы знаете, гордость берет за такой коллектив. Поэтому низкий поклон и огромное спасибо Анатолию Аркадьевичу и всему коллективу.